Всем привет, ребятки, меня зовут Пиксель, я нахожусь не в деревне жителей номер 13. Я думаю, те, кто смотрели мой канал раньше, уже понимают, ребята, что я сейчас нахожусь абсолютно в другой деревне жителей. Ребята, дело в том, что я снова вызвал того самого таксиста, который отвёз меня в деревню Гриферов. Я говорю, слушайте, так и так, подписчикам очень понравилось то видео, благодаря которому, собственно, мы с вами познакомились. И вы, ребята, уже, наверное, даже по превью, по названию поняли, куда я, ребята, сегодня, так сказать, заехал на этом такси. Таксист снова куда-то отошёл, говорит, прогуляться, я не хочу тут находиться, не люблю зомби, а я, ребята, очень и очень удивлён. Действительно, это самая настоящая деревня зомби. Здесь они абсолютно безобидны, как мне рассказали, то есть именно в пределах этой деревни они ни на кого не нападают, никого не атакуют. Но здесь, ребята, в принципе, одно и то же, то есть обратите внимание. Самая обычная земля, ребята, самые обычные грядки, самая обычная картошечка-морковка, только почему-то здесь лава, а не вода. Очень странно, хотя, ребята, я на самом деле не знаю даже почему, обычно же зомби не любят, когда они горят, а тут почему-то лава. Странно. Как обычно, ребята, вы можете писать свои догадки в комментариях и, может быть, можете предложить, куда съездить, в какую деревню. Может быть, таксист об этой деревне что-то знает, я не знаю, может быть, в деревню каких-нибудь динозавров, откуда я там знаю. Ну, например. Давайте, наверное, вот с той стороны начнем обходить эту деревню, вот зомби о чём-то разговаривают, что-то там мычат, но это не важно, ребят. Кстати, обратите внимание, все домики выполнены в одном стиле, то есть, посмотрите, вот здесь какой-то потресканный забор, замшелый булыжник, почему-то песок-душ, зелёные стёкла, ну, как бы зомби же зелёные, поэтому и стёкла зелёные, я так понимаю. И посмотрите-ка, значится ещё вот такой замшелый булыжник, дорожки, кстати, я не обратил внимания, они не из гравия, ребят, это что у нас? Это у нас мицелий какой-то, но это не важно, я думаю. И посмотрите, кстати, здесь очень необычные двери, обычные деревянные двери, ребят, как вы знаете, зомби выбивают, а, видимо, вот эти двери, они как бы не могут выбить, хотя, в принципе, они очень даже легко открываются, слушайте. Очень даже интересно, подождите, вау, классные двери, я такой раньше не встречал, и здесь какой-то сундучок, и здесь, ну, не удивлён я, ребята, я не удивлён, здесь самая обыкновенная гнилая плоть. Здесь почти сундук гнилой плоти, видимо, какие-нибудь остатки от их друзей, я не знаю, там, товарищей. Давайте вот сюда ещё зайдём, но здесь, в принципе, вау, офигеть, тут всё в крови, видимо, какой-то зомби уже склеил свои лапки тут, ну, не будем о грустном, ребята, тут, в принципе, то же самое. Странно, ребят. И, кстати, что очень радует, что здесь нету жителей, потому что, знаете, я так понимаю, что инстинкты зомби, я думаю, они не смогут свои инстинкты, опять же, придать, потому что, я думаю, они бы жители сразу поубивали. Вот в этот домик мы ещё не заходили, давайте зайдём посмотрим, и... Офигеть! Я только, ребята, говорил про жителей, захожу, а тут житель лежит. Подождите, и житель, мне кажется, мне кажется, ребята, он не спит, мне кажется, всё-таки он в плену у этих самых зомби. Ладно, я лучше не буду ничего возникать, потому что, мало ли, зомби на меня нападут. Вот, хоть я и в креативе, ребят, но я не очень хочу отбиваться и убивать этих зомби. Посмотрите, какие они безобидные, слушайте. Он просто ходит, никого не трогает, они сами о своём разговаривают вон между собой. Посмотрите, как это достаточно даже мило выглядит. Кстати, посмотрите, у них что, есть свои собственные автомобили, тоже зелёного цвета. Офигеть, зачем им машина? Они же, в принципе, могут добираться, ну, как бы, пешком, по шахтам каких-то. Я думаю, что у них есть какие-то свои подземные ходы. Ребята, зачем им машина? Я вообще не понимаю. То есть, обратите внимание, у них вот одна машина, вот вторая машина. И, подождите, это все машины? Подождите, раз, два. Ну да, ребята, а нет, вон ещё третья, почему-то я её сразу не заметил. И вот ещё третья машина. Офигеть, ребята, это самая настоящая деревня-житель номер 13, только в зомби-стиле. Посмотрите, кстати, и колодец у них тоже весь из лавы. Очень странно, почему же всё-таки из лавы, ребята, я до сих пор понять не могу. Колодец, в принципе, ничего примечательного, просто помянены блоки. И давайте пройдёмся ещё вот по этим маленьким домам и перейдём, ребята, к самому интересному, по большим домикам. То есть, пройдёмся по дому мэра, пройдёмся вот по тому нашему дому-жителям, пройдёмся по церкви. Всё, мы сейчас, ребята, с вами осмотрим, конечно же, после того, как осмотрим вот эти вот два маленьких домика. Хотя, ребят, в принципе, тут ничего примечательного. Давайте я отсюда выхожу, открываю вот эту дверь. Ну, тут, в принципе, ничего нет. Кстати, здесь почему-то земля. Странно. Так, ну и побежали дальше, ребят. Теперь приходим к самому интересному. Будем идти по очереди. Сначала зайдём в домик к мэру. Потом зайдём в нашу любимую церковь. А потом, ребятки, зайдём в наш домик с жителем. Давайте всё-таки отдачим опять же с мэра. Так, заходим. Тут какие-то баннеры, кстати, висят. Странно. Ого! Посмотрите. Здравствуйте, здравствуйте, мэр. Подождите. А он достаточно... Ну, он больше, чем обычный зомби. Подождите. Я даже хочу это проверить. Возьму сейчас самого обычного зомби. Заспауни его вот тут. А, у меня, к сожалению, ребята, сложность же мирная стоит. Кстати, что тоже странно. Видите, эти зомби действительно безобидны. Они даже на мирной спавнятся. Давайте вот поставлю самого обычного зомби. Подождите. Почему-то ребёнок заспаунился. Ой, ребята, я прошу за это прощения. Какая-то голова из него ещё вылезла. Ребята, это всё не важно. Я хочу посмотреть, какого же размера обычный зомби. Ну, то есть, да, ребят, он на голову буквально ниже. Давайте возьмём тогда обычное вот такое вот специальное оружие, которое убивает всех этих зомби, ненужных нам. Всё, это мы можем отсюда специально убирать. Всё, закрываем за собой дверь, чтобы мэра как бы не смущать. И сложность, наверное, всё-таки вернём на мирную. И давайте всё-таки посмотрим в эти сундучки, что у нас тут есть. Ага, ребята, это то, что выпадает чаще всего из зомби. Я не знаю, может, они в карманы себе суют. Посмотрите. Значит, обычный картофель, ядовитый картофель и немножечко морковки. Кстати, картошка здесь выпадает чаще. Напишите, ребят, пожалуйста, в комментариях, что вам из зомби выпадает чаще. Например, морковка или картошка или ядовитая картошка. То есть, напишите, пожалуйста, это в комментариях. Но, судя по этому сундуку, картошка выпадает гораздо чаще. То есть, посмотрите. Вот, то есть, три морковочки, тут три стака морковки, несколько стаков картошки. Кто посчитал, напишите в комментариях. И два стака ядовитого картофеля. Но, в принципе, ребят, наверное, так нужно. Что у нас тут? У нас тут какие-то инструменты. Посмотрите, все новые, все железные. Видимо, ребят, я, кажется, понял. Мэр раздаёт это своим зомби, чтобы, знаете, сохранять баланс в игре Майнкрафт. Сначала, ребята, мы нашли то, что выпадает из их карманов. А теперь то, что выпадает из их рук. Посмотрите, то есть, здесь железные мечи, кирки, топоры и лопаты. То есть, в принципе, ребята, всё то, что можно встретить в руках у самых настоящих зомби в Майнкрафте. Да, товарищ мэр, да, вот мне надо на меня так смотреть. И что у нас тут? Офигеть! Ребята, посмотрите! Это самые настоящие двери, видимо, которые они ломают. Видимо, как трофеи, может, себе забирают. Посмотрите. Здесь куча-куча деревянных дверей. И, кстати, я не обратил внимания, и здесь самая настоящая золотая броня. Видимо, это именно одежда мэра, которую он на себя периодически одевает. Блин, вот двери меня действительно удивили. Вот к этому, знаете, я ещё как-то более-менее отнёсся. Как бы, ну, обычная, рутинная такая штука, знаете, как бы, то, что выпадает из них. А вот двери, ребята, то есть, они их ломают. И вот куда пропадают ваши двери, ребят, когда их ломают зомби в ваших деревнях или просто в ваших домах. Посмотрите, они их просто забирают с собой и так миленько хранят у себя в домиках. Слушайте, прикольно, ребят, прикольно. Я, как бы, этого вообще не ожидал. Я думал, как бы, ну, ломается, дверь ломается, рассыпается на кусочки, да и всё, и пропадает в Майнкрафте. А нет, ребята, видите, всё, собственно, в Майнкрафте и не пропадает бесследно, как вы видите. То есть, зомби хранят, опять же, ваши деревянные двери, которые вы ломаете. Давайте зайдём в церковь, посмотрим, что у нас тут. Хотя, в принципе, ребята, тут я не вижу ничего особенного. Самая обычная церковь, просто с помененными текстурками. Тут ничего у нас нету. Почему-то закрыт проход наверх. Ага. Да, ой-ой, наверное, это лучше восстановить, потому что я думаю, что мэр на меня будет за это ругаться. Так, давайте спускаемся. Видимо, подъёма нет, как бы, да, он им, в принципе, и не нужен. Они же зомби, они не имеют подниматься по лестницам. Посмотрите, здесь просто какие-то баннеры, видимо, это флаг их деревни. Я не знаю, ребята, как бы, если вы вдруг знаете, напишите в комментариях. И посмотрите, вот прямо сейчас они вылазят из шахт. И, видите, их тут было достаточно мало, когда мы машины смотрели. А теперь, видимо, они повылазили. Видимо, у них какое-то время встреч. Речь, посмотрите, потому что вот зомби между собой втроём общаются. Вот тут, видимо, зомби в шахте общались. Слушайте, ребят, ну, достаточно, достаточно необычно. Давайте сейчас, сейчас залетим в кузницу к компоту. В наш дом жителей мы, наверное, ребят, на этом будем заканчивать. Что у нас в кузнице у компота? В принципе, обычный сундучок. Только обратите внимание, ребят, здесь железные ботинки, железный шлем, ребятки. Два золотых слитка, хлебушек и два яблочка с мечом. Слушайте, прикольно. И здесь, в принципе, обычный кожаный сет. Видимо, тоже чья-то одежда. Здесь почему-то стоит обычная наковальня. Странно, ребят, кому она может понадобиться из зомби, если они ничего ковать не умеют, кувать. Не знаю, как правильно, ребят, если что, можете меня поправить. Слушайте, очень странно. Вот именно кузница компота меня, в принципе, смущает. Хоть это кузница и не компота в данном случае, но, тем не менее. Зачем тут наковальня, ребят, я до сих пор не помогаю. Зомби, опять, ребят, между собой там что-то общаются. Я в этом ничего не понимаю. И, ух ты, посмотрите-ка, здесь стоят самые настоящие книжные блоки, как в обычной деревне жителя номер 13. Какой-то необычный сет брони, посмотрите, скомбинирован. Из кожаного шлема, из кольчуги, кожаных штанов и золотых ботинок. Прикольно. И посмотрите, как прикольно. Зелёный диванчик. То есть зомби здесь могут сесть, там, я не знаю, мозги какие-нибудь покушать. Вау, прикольно. Посмотрите, верстачок даже есть. Круто. Слушайте, прям, подождите, настоящие диваны. Только зачем им диваны, ребят? Я думаю, вряд ли зомби здесь как-то сидят и общаются. Хотя, ребят, кто их знает, этих зомби? Потому что мы с вами знаем только одно, что эти, ребятки, зелёные головы любят ломать только наши деревянные двери и кушат наших жителей в деревнях. Чтобы, ребят, потом их заразить и, знаете, истребить одним разом за одну ночь всю деревню жителей, если жители не успели спрятаться. Вот такая небольшая тавтология. Слушайте, я сейчас хочу проверить, чтобы я всё, как бы, вам показал. Тут тоже, в принципе, самые обычные грядки, ребят, только тоже почему-то с лавой. Я, на самом деле, вот это до сих пор понять не могу. Почему именно с лавой и вообще, как тогда грядки растут? То есть, посмотрите, здесь как бы лава. Я вот могу, например, что-то сейчас срубить. И вот я, правда, в креативе, ребят, я вот могу, например, срубить какую-то грядку морковки, в принципе, и полностью её засолить. Подождите, вот тут, кстати, сейчас уже сбилось почему-то. Странно это как-то работает, ребят, знаете. Ну, как бы, деревня жителей номер 13, только зомби-вариант. Поэтому здесь, в принципе, ребят, наверное, всё будет странно. То есть, и лава как-то, как вода работает. Странно, ребят. Вот же тут это какая-то специальная деревня, которую добавил им Майнкрафт. Я не знаю, ребят. Можете писать, пожалуйста, в комментариях, как бы, как вам этот ролик. И писать свои идеи для следующих роликов такого формата. А я попрошу таксиста найти мне деревню, которую именно вы попросите в комментариях. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки под это видео, если вам видео понравилось. Всем удачи, ребят, и пока.